Защита нашей Родины – это священная обязанность для настоящего мужчины. И потому славянские старшеклассники активно участвуют в учебных сборах, во время которых они проходят первые ступени настоящей школы возмужания. Еще вчера эти бравые ребята спешили на школьные уроки, а сегодня они уже надели камуфляж и встали в строй. На театральной площади нашего города собрались допризывники со всего района, чтобы принять участие в открытии учебных сборов. Собравшихся с началом сборов поздравил глава Славянского района Роман Сенеговский. Для того, чтобы Родину защищать, здесь было уже сказано, нужно быть мужественным, сильным, знать основы военного дела, уметь пользоваться оружием, уметь стрелять, уметь бегать. Все эти навыки, они вам, конечно же, будут нужны. Я вам желаю успехов, удачи, чтобы все ваши мечты и планы сбылись, чтобы эти сборы вам понравились. Курсанты будут на практике постигать основы армейской жизни и закреплять полученные теоретические знания в ходе подготовки. В этом году сборы будут проводиться в муниципальном лагере «Ровесник». Там ребята смогут продемонстрировать свои физические и морально-волевые качества. Мы все в будущем будем защитниками нашего Отечества, будем защищать нашу Родину, и поэтому для нас очень важно пройти эти сборы и подготовиться к этому всему очень качественно. Для меня, конечно, все важно, но все-таки более для себя выделяю я физическую подготовку, для того, чтобы проверить, готов я или нет. Ну, также строевая подготовка тоже очень важна, и огневая подготовка тоже играет важную роль. Их очень ждал. Это можно себя проверить на физическую подготовку, понять вообще, на что ты способен, и, в принципе, подготовиться к армии. Для нас нужно изучать военное дело, потому что мы будущие защитники нашей страны, и это очень важно для каждого парня. На торжественном открытии сборов были руководители образовательных учреждений, учащиеся которых направляются на сборы. Они уверены, что курсанты покажут себя с лучшей стороны. Это возможность есть, где вот на собственном опыте, на собственном примере вообще понять, что такое настоящий мужчина. Потому что настоящий мужчина, он формируется и через вот это направление, азы воинской службы. Это и умение коп вырыть, это умение и кросс пробежать, это умение автомат разобрать. Это многие те умения, которые действительно из подростка, из мальчишки делают мужчину. Я считаю, что вот эти военно-полевые сборы, это именно то мероприятие, оно уже традиционное для нашего района, где наши мальчишки уезжают мальчишками, подростками, а возвращаются, вы знаете, я даже вот чуть-чуть не преувеличиваю, уже прям вот настоящими такими вот юношами, мужчинами. Конечно, подготовка нового поколения защитников Родины – важная задача для всех заинтересованных в этом служб. О том, как славянские ребята овладевают основами военной науки, мы узнали, побывав в оздоровительном лагере «Ровесник». Учебные сборы уже не в первый раз проходят здесь, на берегу Азовского моря, где есть все необходимое для серьезных занятий по отработке практического применения полученных в ходе школьных занятий теоретических знаний. Также ребята могут тут отдохнуть, пообщаться, подготовиться к новому напряженному дню. Ожидания курсантов от сборов вполне оправдываются. Ожидания совпали с тем, что мы сейчас имеем, как вы сказали, находимся мы на этой базе уже третий день, все сборы проходят очень весело, очень здорово. Прошли соревнования по физической подготовке, сейчас прошли соревнования по строевой подготовке, ожидаем еще по огневой подготовке. Прошли необходимые курсы. Все нравится, все здорово, все хорошо. Разборка и сборка автомата Калашникова – важная часть подготовки. После нескольких тренировок ребята увереннее проводят эти операции, делают их быстро и качественно. Курсанты много общаются друг с другом, заводят новых друзей. Появляется очень много новых знакомств, новых друзей, новые общения, новые личные интересы. В принципе, сборы помогают раскрыть человека и, в принципе, раскрыться с другой стороны. Сборы помогают нам развить взаимовыручку, взаимопомощь. Мы чувствуем себя одним коллективом. Конкурс «Строя песни» стал одним из центральных мероприятий учебных сборов. Не так это и просто – пройти красиво и четко, но когда удается добиться намеченного, всем очень приятно. Председатель Славянского районного совета ветеранов войны и труда Вячеслав Салмин провел урок мужества, рассказав о том, как важно служить Родине с честью, добросовестно осваивая военное искусство. А чтобы защищать Родину, необходимо иметь навыки военного дела. Потому что, имея патриотизм, а без навыков, ничего не получится. Наши казаки еще в те старые времена готовили своих детей к защите нашей Родины. Сейчас наши военруки, офицеры готовят только именно к защите нашей Родины. Но наряду с подготовкой к службе в армию еще идет и патриотическое воспитание. Помогали ребятам осваивать военные премудрости опытные наставники, преподаватели основ безопасности, жизнедеятельности и допризывной подготовки. Эти дни не прошли для молодых людей безрезультатно, уверен директор детско-юношеского центра «Патриот», руководитель сборов Олег Дейнега. Общее количество курсантов 178 человек, разделены на две роты, по три взвода в каждой. Вот сейчас здесь присутствует 78 курсантов, 8 преподавателей. Да, 3-4 дня, конечно, мало. Общий процесс нужно было, конечно, увеличить 5-6 дней, чтобы полностью завершить эту подготовку. Но, тем не менее, мы все эти мероприятия и занятия скомпоновали, выбрали самые необходимые. И разница уже, вот даже сегодня на третий день очень заметна, как они приехали первый день, не понимали, что делать, зачем они здесь, что и как. И уже на третий день видно их неособранность, дисциплинированность. Какие-то уже навыки, умения начинают уже показывать. Надолго ребятам запомнятся занятия по строевой, физической, огневой подготовке. И еще важно, что допризывники действовали сообща в команде, стараясь чувствовать плечо товарища. В армии это очень пригодится. Как гласит народная мудрость, в бою нужны смекалка, отвага и закалка. Все это есть у будущих защитников Родины. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа События.